Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Федя Стрелков и Кристина Лесковец расстались. Федя ждет новенькую девочку на острове, а на поляне Кристину ждет недавно пришедший участник Иван Барзиков. По словам Кристины, Федя сам принял такое решение, она просто не стала ему перечить. На днях на Сейшело отправится новый состав из новобрачных Игоря Дрегубенко и Эллы Сухановой и мамы Эллы Натальи Павловны. А Барзикову, кроме Кристины, нравится еще и Саша Гозиас. Он намерен отбить ее у Кости Иванова. Руслана Мишина объявила Семену Фролову интимную голодовку. Это произошло после того, как Семен ее унизил при ребятах, сказав, что Рапунцель – королева секса. Руслана пишет «Но даже не в этом дело. Просто мне, как девушке, хотелось бы понять для себя, насколько серьезно ко мне относится Семен. Чтобы он мог подойти и обнять меня не потому, что у него вдруг возникло желание в плане интима, а просто так». Саша Харитонова уехала в Минск на съемки к Дмитрию Астрахану. У нее уже начались репетиции. Андрей Чуев и Марина Африкантова помирились. Татьяна Владимировна подписала этот снимок. «Мы переживаем, а они целуются». Еще недавно Марина говорила, что сможет пережить разрыв с Чуевым, но как только Андрей попросил прощения у Марины, девушка растаяла и простила его. Может быть, Чуев испугался возвращения прошлой любви Марины Богдана Ленчука. А может быть, и Марина испугалась скорого приезда бывшей жены Чуева Дани Киоси, которая привезет ему на поляну дочку. Андрей Черкасов находится в Архангельске. Он работает, проводит развлекательные мероприятия. Фотографируется с достопримечательностями города. Оля Райская, которая находится в родном городе, времени зря не теряет. У нее новый образ. Оля написала «Ах, я счастлива! Сделала то, что хотела». Саша Артемова и Женя Кузин продолжают отдыхать. Артемова написала «Мы едем отдыхать из одного отпуска в другой, а мчим мы в Новороссийск к любимым людям». Женя Перец доказала своим подписчикам, что Перец – это ее настоящая фамилия. Она сфотографировала свой паспорт. За девушкой продолжает ухаживать Алексей Пирогов. Все эти цветы от Алексея. Татьяна Владимировна Африкантова вызвала бурю негодования своих фанатов. Когда она сообщила о выпавшей из окна шестого этажа кошке, ее блок буквально взорвался от гневных комментариев. Во время ремонта и подготовки к отъезду на поляну «Дома-2» бедную кошку Нику британской породы заперли на балконе, и с высоты шестого этажа она прыгнула вниз. В итоге на третий день отсутствия кошка нашлась в подвале, и ее срочно повезли к ветеринару. Однако упавший рейтинг Татьяны Владимировны и ее семьи это уже не спасет. Подтверждений о расставании пары Ксении Бородиной и Курбана Амарова с каждым днем все больше. Внимательные поклонники заметили, что Ксения перестала носить обручальное кольцо, которое она не снимала с самого первого дня свадьбы. В блоге Бородиной появился недвусмысленный пост. «Дорогие мои, у нас все хорошо, все живы и здоровы, и помните, все, что не делается, все к лучшему. Я вас люблю». Михаил Терехин, бывший возлюбленный Ксюши, не пожелал оставаться в стороне от ее конфликта с мужем Курбаном. Он сказал, что такие проблемы у Ксении будут возникать постоянно, и Амаров вряд ли последний мужчина в ее жизни, потому что она совершенно не умеет строить отношения. По словам Терехина, Ксения Бородина – самая настоящая хабалка. Она совершенно не похожа на преданную жену, тем более мусульманскую. Она делает все на показ и не думает о том, чтобы сохранить семью. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!